МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Санкт-Петербурге сегодня стартовал 17-й общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России». В качестве спикеров на форум приглашены более 240 российских и международных экспертов. Ненецкий округ представляет глава региона Александр Цибульский. В течение двух дней в рамках деловой программы запланировано более 35 мероприятий. Работу форума «Стратегов» открыло пленарное заседание с участием министра экономического развития России Максима Решкина и председателя счетной палаты России Алексея Кудрина. В частности, речь шла о достижении целевых показателей, которые определены указами президента, в том числе в части реализации национальных проектов. И вот что заявил глава региона Александр Цибульский. Для Ненецкого округа важно, учитывая, что у нас в настоящее время завершается разработка стратегии социально-экономического развития региона, скорректировать наши долгосрочные планы с учетом роли региона в достижении общенациональных целей развития. Важно, что коллеги из федеральных ведомств подчеркивают сегодня необходимость учета потребностей регионов при разработке субъективных проектов. Такой подход может максимально приблизить к реализации постановку целей, соответственно, их поэтапное достижение, заявил губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский. Ну и также Цибульский сегодня принял участие в дискуссии в рамках круглого стола на тему синхронизации документов стратегического планирования регионов и муниципалитетов с инвестиционными планами инфраструктурных компаний и бизнеса. «Единая Россия» проведет перестановки в региональных и первичных отделениях партии. Местные руководящие органы обновятся на 10%. Ротация коснется членов региональных полицоветов и их президиумов, секретарей и руководителей местных отделений. Об этом рассказал заместитель секретаря регенерального совета партии депутат Госдумы Виктор Селиверстов. Он подчеркнул, что это обязательная процедура, прописанная в уставе партии, которая проводится раз в год. В этом году руководство партии поставило задачу сделать ставку на молодых. Он также сообщил, что некоторые региональные отделения уже заявили, что обновление превысит указанную в уставе норму в 10%. Ротация должна быть завершена к съезду «Единой России», который пройдет 7-8 декабря в Москве. Ранее по итогам прошедших в сентябре выборов в отставку были отправлены секретари 7 региональных отделений «Единой России» и утверждены новые исполняющие обязанности в Коми, Забайкальском крае, Архангельской, Владимирской, Новгородской, Ульяновской областях, Приморском крае. В окружной бюджет на текущий год и на плановый период 2019 и 2020 годов внесены изменения. Они вызваны необходимостью финансирования заключенных контрактов и проведения закупок для начала реализации социально значимых инвестиционных проектов. Кроме того, необходимо перераспределить сэкономленные бюджетные средства на другие направления расходов. Об этом на внеочередном заседании администрации округа сообщила заместитель губернатора Татьяна Лагвиненко. Подробности далее. Общая сумма расходов на текущий год и плановый период не меняется. В основном все изменения связаны с Департаментом строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта. Увеличение бюджетных ассигнований произведено в 2018 году на сумму чуть более 800 миллионов рублей. Порядка 203,5 миллионов в 2019 году и 654,5 миллиона в 2020. Из них 797 миллионов на выплату авансов по вновь заключаемым контрактам. Это молодежный центр, приобретение домов в селе Ума, то, что сейчас принималось решение, и строительство жилья для переселения из Светухова. 11 миллионов 318 тысяч рублей дополнительно для полного исполнения обязательств по заключенным уже государственным контрактам. Это дорога телевизма, 6 лет СССР в основном дороге и пункты самого контроля. Полтора миллиона рублей направят на прохождение и получение положительного заключения экспертизы проекта по пристройке к зданию Ненецкой окружной больницы. 21 миллион на предоставление субсидий юрлицам для реализации населения топливных брикетов по установленным тарифам. Порядка 2,5 миллионов рублей возврат федеральных средств в связи с недостижением показателей результативности по субсидиям за 15-й год по КМНС и строительству жилья. 3 миллиона 87,9 тысяч рублей финансирование транспортного обслуживания, новый маршрут, искательный аэропорт. Здесь выделяется, просто меняется, так сказать, вид расходов. 2 миллиона 339 тысяч рублей завершение мероприятий, муниципальным образованием на завершение мероприятий по кустройству общественных территорий, искательский постсовет. Это что касается увеличения. Уменьшение бюджетных ассигнований на эту же сумму в 2018 году обусловлено экономией по результатам проведенных торгов, несостоявшимися торгами, планируемым уменьшением фактического объема потребления электроэнергии. Напомню, корректировка планового периода 2019 и 2020 годов связана с необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, а также балансировкой окружного бюджета. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». На территории Омского сельсовета будет приобретено 8 квартир для семьи оленеводов и чумработниц. На эти цели округ выделит еще более 32 миллионов рублей. Распоряжение о реализации бюджетных инвестиций за счет средств окружной казны было одобрено сегодня на заседании администрации. Согласно техническому заданию, жилые помещения предполагаются приобрести в кирпичных монолитных или сборно-монолитных домах. Отмечу, что активизировать строительство жилья для неводов и чумработниц поручил глава региона Александр Цибульский. Как пояснил начальник управления строительства Михаил Фомин, земельные участки под строительство жилья на территории муниципалитета уже подготовлены. Это наличие земельных участков определяется и наличие застройщиков, потому что, к сожалению, у нас тяжеловато застройщиков завести в населенные пункты. Стоимость одного квадратного метра жилья составит 78,5 тысяч рублей. Ранее администрации также были приняты решения о приобретении жилья для семьи оленеводов в Приморско-Куйском сельсовете. При этом в 2017 году жилье для чумработницы оленеводов не приобреталось. Причиной тому стало отсутствие утвержденной градостроительной документации в сельских населенных пунктах. Всего с 2011 года было расселено 12 семей. Северная транспортная компания переходит на межнавигационное расписание. Накануне пассажирские суда перевозчика совершили последние рейсы в населенные пункты округа в рамках летней навигации. Летнее расписание действовало с 1 июня по 19 октября. Речными маршрутами окружная столица была связана с 14 населенными пунктами. Всего за летнюю навигацию перевезено более 5000 пассажиров. С сегодняшнего дня суда начинают ходить по расписанию межнавигационного периода. Согласно ему, из Наринмара можно будет добраться до Нельмена-Носа, Куи, Андига, Оксина, Хангурея, Каменки, Великовисочного, Тошвиски, Лабожского и Тельвиски. Рейсы будут осуществлять суда на воздушной подушке Василий Самойлов и Полярник. Стоимость билетов останется прежней. Также продолжит действие льготный 50-процентный тариф. Он предусмотрен для детей в возрасте до 18 лет включительно, студентов очная форма обучения в возрасте до 23 лет включительно, и для пенсионеров женщины 50 лет и старше, мужчины 55 лет и старше. Жители Ненецкого округа стали чаще летать, причем не только по межрегиональным линиям, но и по местным. Так, только за 9 месяцев этого года воздушный судан Рейнмарского обвиненного авиаотряда перевезли 18 472 пассажира. Это на 1130 человек больше, нежели за аналогичный период 2017-го. Кроме того, впервые за 4 года пассажиропоток увеличился на 7%. Для сравнения, в период с 2014 по 2017 годы наблюдалось ежегодное снижение количества летающих пассажиров. По словам генерального директора авиапредприятия Валерия Стопчука, такого высокого пассажирооборота по местным линиям удалось достичь за счет того, что основную нагрузку переложили с самолетов Ан-2 на вертолеты Ми-8. По местным воздушным линиям сейчас стали больше летать вертолеты Ми-8. То есть при одинаковом количестве рейсов по такому же периоду прошлого года мы выполнили одинаковое количество, а перевезли на 6% больше. А также радует цифра, это пассажиропоток через аэропорт сторонних авиакомпаний. Он тоже впервые за 3 года вырос на 6%, до этого тоже показывали падение по 5% в год. То есть стабилизировалась и экономическая ситуация, у людей появляется возможность летать. Добавлю, с начала октября на Рейнмарский авиатряд перешел на зимнее расписание. Сейчас авиаторы готовятся к сезону Ледо-Става. Традиционно в период, когда замерзает река, будут организованы специальные рейсы для жителей сел, расположенных в Верховьях и Низовьях Печоры. Выполняться полеты будут каждую субботу по мере наполняемости бортов. Всю дополнительную информацию можно узнать в кассе авиапредприятия. Лучшего водителя городских автобусов выбирали в автотранспортном предприятии. Традиционно накануне праздника Дня водителя здесь проходит конкурс профессионального мастерства. Всего на испытания заявилось 8 участников в программе конкурса, задания по теории и практике. Конкурс профессионального мастерства в городском автотранспортном предприятии давно уже добрая традиция. Он проходит здесь больше 10 лет. Вячеслав Чуклин – водитель со стажем. На предприятии трудится шестой год, в конкурсе участвует во второй раз. В прошлой водитель занял третье место, сейчас, конечно, надеется на победу. А что было самое сложное? Заезд в бокс или по кругу? Остановиться на линии. Остановиться на линии? На стоп-линии? Да, наверное, на финише. Всего из 40 штатных водителей в конкурсе решили попробовать своей силой 7 человек. По словам директора предприятия Виктора Калюжного, нехватки профессиональных кадров АТП не испытывает. Водителей хватает. У нас периодически возникает необходимость в водителях категории «Д». Но вот на сегодняшний день мы, в принципе, все вакансии закрыли. То есть вы комплектовали? Да. Осень, все из запусков вернулись, люди меняют работу, пришли к нам новые сотрудники. То есть мы водителям сейчас укомплектованы полностью. Заезд в бокс, змейка задним и передним ходом, проезд по узкому кругу. Остановка на стоп-линии. На каждом этапе за правильностью выполнения заданий следит компетентный член жюри. Задание на знание теории, а затем подведение итогов. Парковку он вообще не выполнен. Не выполнен, парковку он не вместился. Да, и на это самое, на финише он заехал. Важна не только скорость, но и аккуратность. Водители должны быть предельно внимательны, чтобы не задеть ни одну кеглю. Самого лучшего ждут заслуженные призы. Призовые места у нас по положению. Премия за первое место 20 тысяч, за второе место 15 тысяч, за третье место 10 тысяч. Плюс премия каждому участнику, кто участвовал в конкурсе. Однако имена победителя назовут чуть позже. Интрига сохранится вплоть до пятницы. Тогда на торжественном собрании, приуроченном к профессиональному празднику, Дню работника автопрома и объявят лучших водителей Наринмарского АТП. Ольга Руслан, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Двое жителей Нинецкого округа заплатят штраф за незаконный вылов рыбы и добычи биоресурсов. Они занимались на особо охраняемой территории, как было установлено в судебном заседании. Граждане с февраля по март 2018 года осуществляли незаконный вылов рыб ценных пород, в том числе занесенных Красную книгу, при помощи ставных сетей на территории государственного природного заказника Нижнепечорский. Но в один из дней были застегнуты на месте совершения преступления при проверке сетей сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району. Как во время предварительного расследования, так и в суде обвиняемые свою вину не признали, выдвигая различные версии о своей непричастности к незаконной добыче рыбы. Однако виновность указанных лиц нашла свое подтверждение. По результатам рассмотрения уголовного дела в отношении обоих подсудимых вынесен обвинительный приговор, осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере 750 тысяч рублей каждому. Зашел личный кабинет на сайте банка и лишился 30 тысяч рублей. Житель Наринмара попался в лапы мошенников. На все про все злоумышленникам потребовалось всего несколько минут. Злоумышленники украли со счетов мужчины довольно крупную сумму. По словам потерпевшего, он зашел на сайт Сбербанка и хотел войти в личный кабинет. Вел лишь фамилию и имя. Не прошло и пяти минут, как с его банковских карт начали списывать деньги. Тут же СМС приходит на телефон. Оплата там 93-93. Потом списание 4 тысячи. Ну так пошло-пошло. Ну буквально за пять минут там я сразу звоню в Сбербанк. Все, говорю, заблокируйте мне эти карточки все, пожалуйста, все. Она говорит, ну все, блокируем, блокируем. Ну я тут же собрался, потом сразу в Сбербанк поехал. Заявление написал. Так и так, ну, инстанционированный доступ в мой личный кабинет онлайн банка. Главное, не пришли ни кода подтверждений, ничего. Написал заявление, они там вот провели же исследование свое. Через два дня ответили, что возврат средств невозможен. Ну я, естественно, сразу поехал в полицию. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы. Сейчас ведется следствие. Полицейские призывают население быть предельно внимательными при посещении интернет-сайтов, банковских и финансовых организаций, а также интернет-магазинов. По словам правоохранителя, имеется несколько довольно простых признаков, выдающих мошенников. Обратите внимание на адрес сайта. Внимательно изучите содержимое сайта. Обратите внимание на даты под сообщениями, блоками, новостями. Проведите курсором мыши по пунктам меню, ссылкам, заголовкам материалов. Не нажимая, все адреса активных ссылок должны быть разными. На мошеннических сайтах практически никогда не указываются контактные данные. Мошеннические сайты не имеют гостевых и форумов. Настоящие сайты не просят отправлять СМС на короткие номера. Кроме того, в полицию продолжают поступать заявления от граждан, которые пострадали от мошенничества в социальных сетях. Люди могут каким образом пострадать? Последние сообщения, которые к нам поступали, это связанные с соцсетями. То есть в соцсетях люди, которые находятся в профиле у вас в друзьях, от них начинают поступать сообщения о том, что помоги, пожалуйста, одолжи денег. Люди, не подтвердив, что этот ли человек у него просит денег в долг, соответственно, они пересылают деньги, которые запрашивают, на указанные реквизиты банковские. И потом оказывается, что это также действовали мошенники. Если вы все-таки стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию. Любовь Пермякова, Алина Ваучейская, Сергей Качигов, Телеканал Север. 4 ноября в Наринмаре поселок Искателей пройдет «Ночь искусств». Она будет приурочена к Дню народного единства. В Наринмаре «Ночь искусств» пройдет во Дворце культуры Артикас в 19 до 23 часов. На площадке под названием «Творчество объединяет». Она расположится в фойе первого этажа, организует мастер-классы по бисероплетению, мыло-варенью, росписи по ткани, бумажные пластики, арт-декору, кондитерской росписи и другим ремеслам. В Зимнем саду Дворца культуры разместится художественная студия, а в концертном зале пройдут кинопоказы. В фойе второго этажа на площадке «Танцы объединяют». Желающие смогут поучаствовать в танцевальной программе. Третья площадка «Театр объединяет». На ней также расположится фотовыставка и тематические фотозоны. «Выскатели. Ночь искусств-2018» пройдет в поселковой библиотеке. На тематической площадке «Живопись и я» будет находиться фотозона, на которой любой желающий сможет стать частью полотна знаменитого художника и сфотографироваться на фоне картин Сурикова, Воснецова, Ван Гога, Малевича и других художников. На площадке декоративно-прикладного искусства организуют мастер-классы по оплетению в технике кумихимо. 24 ноября в Наринмаре пройдет День моржа, экологический семейный праздник. В Ненецком округе будет отмечать в шестой раз главная цель мероприятия, как и прежде привлечь внимание жителей округа к вопросам изучения и охраны атлантического подвида моржа, познакомить с этим уникальным ластоногим, обитающим в Варенцево море. В прошлом году праздник объединил более тысячи человек. Гости могли принять участие в спортивно-оздоровительных играх, моржовые нормативы ГТО. В этот раз организаторы решили сделать акцент на объявленном в регионе Годе оленеводства. На фестивале все желающие смогут поучаствовать в национальных играх народов Севера. В фойе Дека Артика состоятся различные мастер-классы и выставки. Праздник посвящен одному из наиболее редких млекопитающих Ненецкого округа и самому крупному представителю ластоногих. 24 ноября является последним днем, когда чукотскую популяцию тихоокеанского подвида моржа можно встретить на лежбищах перед тем, как они уйдут на льды. Этот день стал праздником в 2008 году благодаря инициативе Всемирного фонда «Дикой природы России» и Совета по морским млекопитающим. На этом все. Спасибо, что были с нами. Дали традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.